Время отдыхать в Карачаево-Черкесии. С ледорубом в руках штурмовать летники, посетить древний храм Алании, встретить рассвет на плато Бермамет с видом на Эльбрус, съесть сочный хычин и запить ивайраном или душистым чаем. Такую насыщенную программу может предложить туристам этот горный регион. Здесь живут люди в непосредственной близости к дикой природе. Место, где можно увидеть размеренное течение жизни и познакомиться с вековыми традициями народов. На одном из курортов республики побывала Алла Качиева. Карачаево-Черкесию, пожалуй, можно назвать самым туристическим регионом Кавказа со стажем. Известные курорты республики славятся своим расположением среди первозданной природы, где высокогорный мягкий климат и чистый воздух создают прекрасные условия для отличного отдыха. Медовые водопады – одно из излюбленных мест туристов. Курорт достаточно молодой, ему 25 лет, но успел уже стать довольно популярным. Очень даже. А что особенно? Да ну, горы. Родился в горах, поэтому, естественно, горы мне нравятся. Тут очень красиво. А еще? А еще тут очень прикольно. Да все, свежий воздух, атмосфера, люди. А мне поющий фонтан. Ну и природа, куда же. Очень красиво. Красотой, чистым воздухом, гостеприимством народа. Это просто какое-то чудо, что природа вот создает такие места, где человек чувствует себя просто божьей коровкой. Очень вкусно, очень хорошо готовите. Я на нас чай взяла. А что еще вам нравится здесь? Не все, что в кавказской кухне, вся любая кухня, все нравится. Туркомплекс «Медовые водопады» сегодня активно развивается и предлагает гостям большой выбор развлечений. Туристы вообще предпочитают, на мой взгляд, больше отдых на природе, так называемый экологический туризм, активный туризм. Последние 2-3 года почему-то немножко они взяли в этот. Я так думаю, что все-таки произошло понимание, может быть, из-за этих каких-то болезней, коронавируса в частности, что ценности немножко, по-моему, в умах, немножко произошла переоценка, и люди хотят на природе там. Вот мы занимаемся активным отдыхом, в частности, да, там у нас конные туры, вот Зеплайн есть, Виа, Феррата, или просто вот там, вот эта речка называется Аликоновка, вот здесь рыбалка на фореле. И вот люди приезжают с Москвы, вот сейчас у нас есть отдыхающие, со Смоленска, да, с Хантамасийска есть. Ну, регионы, которые раньше никогда, ну, не то, что никогда, но не приезжали в наш регион. В этом году на 20-30 процентов увеличился туристический поток, рассказывает Мусаба Ташев. К тому же, властями республики к природно-рекреационному объекту проложена хорошая комфортная дорога. А на самом курорте желающие могут как насладиться природой, водопадами в частности, отведать блюда национальной кухни, а также поближе познакомиться с историей, культурой Карачаевского и других народов республики. Словом, обогатиться как духовно, так и физически. Алла Качиева, Олег Малхожев, Вести Карачева, Черкесия, Малокарачаевский район.